Красота и стиль, подиум и модные показы, блеск софитов и глянцевые журналы – неотъемлемая часть загадочного и сложного мира моды. Однако, чтобы блистать на мировых подмостках, недостаточно быть просто красавицей, и полесские девушки знают об этом не понаслышке. Организаторы конкурса «Красоты прохожения по лесу» предоставили возможность каждой из участниц открыть свою звезду. Председателем жюри на конкурсе стал национальный директор Всемирной лиги красоты и моды Виталий Жилинский. По авторитетному мнению Виталия, белорусские девушки уверенно заняли свое место на мировом подиуме. Женская красота белорусская, она получает титулы, подтверждает этот статус, но этого недостаточно для полной харизмы и идеала женской красоты в общем плане, не конкурсной. Рвут, вот сейчас самой красивой женщиной планеты является моя Марина Алексеевича. Беларусь, которая победила на конкурсе «Миссис мира», Юлия Тимановская, мисс фотомодель мира. То есть миссис вселенная тоже Беларусь, 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 Беларусь. Действительно Беларусь является кузницей красоты мировой, но образ женщины, как я уже повторяю, должен быть особым, пикантным. В качестве ведущего выступил белорусский певец, композитор и телеведущий Герман Титов. Почетный гость мероприятия «Мисс фотомодель мира 2014» Юлия Тимановская. Организаторы конкурса с уверенностью подчеркивают, что мероприятие подобного рода – это уникальный шанс для юных красавиц заявить о себе, проявить свои уникальные способности, талант и, конечно, обаяние. Участницы конкурса – это ученицы школы-гимназий, а также студентки колледжа и лицеев города. 17 девушек, а именно столько прекрасных леди, боролись за звание первой красавицы Полесья, представили на суд зрителей и почетного жюри свои творческие номера. В программе конкурса также были представлены дефиле в одежде от ведущих белорусских производителей. Участница конкурса под номером 3 Виктория Гордечук под аккомпанемент гитары с небывалой проницательностью прочла отрывок из произведения Сергея Есенина «Письмо к женщине». Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мое дело – катиться дальше, вниз. Восторженные овации зала лишь подтвердили успех Виктории, которая в итоге завоевала титул «Мисс Фото». Победительницей конкурса стала Вероника Богданович, студентка Пинского городского колледжа искусств. Все прошло гладко, хорошо, друг за дружкой переживали, готовились долго, наши организаторы этого всего конкурса постарались, хорошая группа поддержки была, спасибо большое, все приехали, все благодарили. Она же и представит нашу страну на международном конкурсе красоты «Мисс 7 континентов-2015». Продолжение следует...